Тогда мы говорили о сыновьях, а в этот раз о дочерях. И мне пришло место числа 27 глава с 1 по 7 стих. Это было, когда еврейский народ вошел в землю обетованную. И тогда было еще как раз это время, когда Моисей должен был благословить Иисуса Навина. И тогда раздавали землю в уделы, чтобы вы поняли, о чем идет речь. И пришли дочери Салпаада, сына Хаферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Монасина из поколения Монасии, сына Иосафова. И вот имена дочерей его. Пять дочерей у него было. Махла, Ноа, Ногла, Милка и Фирца. О, Милка. В Болгарии Милки есть много. И предстали пред Моисея, и пред Елеазара, священника, и перед князей, и пред все общество у входа с кинии собрания, и сказали. Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со Скопищем Кореевым, но за свой грех умер. И сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына. И вот внимательно, сестры, слушайте. Дай нам удел среди братьев отца нашего. И представил Моисей, делай их Господу. И сказал Моисей, правду говоря дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. Дорогие сестры, вот знаете, когда распределяли землю, распределили только между братьями, между сынами. То есть дочери, в принципе, по закону, дочери тогда не получали земливый дел. Но пять сестер поговорили с собой, между собой, и сказали, пойдемте и попросим Моисея. И они пошли и попросили Моисея. Вы знаете, я хочу сказать, что такое, они бы могли сказать, ну нужно быть скромными, нужно быть смиренными. Ну такова судьба наша. Ну что теперь, останемся мы без удела, и имя отца нашего, оно сотрется, не будет передаваться из поколения в поколение. Но смотрите, я хочу сказать, есть два разных понятия. Смирение перед Богом и смирение перед обстоятельством. Да, послушайте внимание, сестры, и братья тоже, но особенно сестры. Мы можем смиряться, мы должны смиряться перед Богом, но мы не должны смиряться перед обстоятельствами. И смотрите, что еще, в чем преимущество? Они знали закон. Они сказали, напомнили Моисею. Моисей, но по закону то-то, то-то, то-то. Я к чему это говорю, потому что мы сейчас будем молиться за это, чтобы в наших сестрах, в наших дочерях было это дерзновение бороться за свой удел, и было это желание изучать Слово Божие. И они приходят с дерзновением, и Моисей говорит, хорошо, дайте время, я подумаю, я помолюсь. Он помолился Господу, и Господь говорит, они правы, дай ему дел. Дорогие сестры, если вы не знаете свой удел на сегодняшний день, это другой вопрос, да? То есть где мой удел? Мы пели песню, что мы пускаем корни глубоко. Аминь. Но куда ее нужно пускать? Куда пускать нужно корни? Корни пускаются в землю. Аминь. В землю. А если нет у тебя удела, куда пускать корни? Ну да, мы углубляемся в Иисуса Христа, но если нет того, что Бог дал. Мы молились вчера, да, по-моему, со столкованием, и Бог сказал, напомните это место, возьми камень, да, как же это было? А, возьми, прощу, размахни и брось далеко, и пусть это будет твоя территория. Понимаете, да, о чем я говорю? Что Бог нас призывает в духовном мире знать свою территорию, знать свой удел и бороться, и отвоевывать ее. Поэтому пойдемте, дети, будем молиться за детей перед воскресной школой. Но я хочу сказать, что, дорогие, в прошлый раз мы молились за братьев, да, которые, чтобы они были как стрелы. А сегодня я предлагаю, чтобы мы помолились за сестер, за наших дочерей, чтобы они были дерзновенные и приходили к Господу, требуя своего удела. Пойдем, Злата, мальчики не хотят сегодня молиться. Мы будем сейчас, знаете, духовно простирать наши руки к нашим дочерям, к нашим сестрам. На себя можете возлагать руки, да, если нет дочерей. И мы будем сегодня провозглашать, что мы будем дерзновенные в том, чтобы получить удел свой от Господа. Аллилуйя, спасибо тебе, Боже, за слово, которое ты даешь. Мы благодарим тебя, Господь, за то дерзновение, которое ты даешь нам, Господи. И это приходит во время молитвы, это приходит во время общения с тобой. Я провозглашаю, Господь, что твои дочери, они будут дерзновенные, будут приходить к тебе. Они будут смиренные перед тобой, но они не будут смиренные перед обстоятельствами, которые приходят в нашу жизнь. И, Господь, твои дочери, они будут научаемы от тебя, у них будет жажда по слову твоему. И они будут отвоевывать тот удел, который, Боже, ты даешь им. Они будут закреплять его, они будут расширять его. И, Боже, Господь, просим тебя на это все благословение. Господь, благослови также наших сыновей, чтобы они были как стрелы, Боже, Господь, которые ты можешь послать, и чтобы это была защита для наших семей. Боже, также благослови воскресное служение, благословляем, Господи, учителей, преподавателей. Боже, веди их, пусть вкладывают мудрость твою в наших детей. И мы молимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Да, и у нас сегодня еще одна стрела, которая должна выстрелить. Давайте поприветствуем проповедующего Александра Жданович.